Борьбой с наркоманией должны заниматься не только наркополицейские, но и все без исключения жители региона. Очередное заседание общественной палаты было посвящено разработке действенных мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Также обсуждался законопроект о профилактике наркомании в регионе. Докладчики отметили, что лечение больных наркоманией должно быть предметом федерального регулирования. Область не потянет такой нагрузки. Субъект должен делать акцент на мерах по предотвращению распространения наркотиков. Я благодарен нашим жителям Ивановской области, которые занимают такую активную жизненную позицию. Сообщают именно, где торгуют наркотиками, где существуют наркопритоны, где какой вид транспорта, например, управляет наркоман, ну и так далее, и тому подобное. Кто сбывает наркотики. Благодаря, например, такой наступательной позиции наркополиции на территории области уже не первый год действует постановление губернатора от добровольных тестирования школьников. Общественники считают, что множество акций, которые проводят наркополицейские в регионе, бесспорно действенны. Важно привлекать к борьбе все группы населения, представители всех национальностей и возрастов. Главная задача – сформировать у молодого поколения отрицательное отношение к наркотикам. У молодежи должно выработаться именно отвращение перед губительным зельем. Очень часто новые наркотики появляются через клубы, через дискотеки и появляются как современные модные средства, которые в любом случае ведут в большинстве своем к гибели людей. Это первый момент. Второй момент – очень важна система по ресоциализации лиц, хотящих избавиться от наркотической зависимости. Третье пленарное заседание общественной палаты должен был посетить Михаил Мень. Но подавший в отставку губернатор не пришел. Вместе с ним заседание прогуляли еще несколько общественников. Мария Смирнова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.